Здравствуйте, это Игорь Виталь, это «Парадокс» с Игорем Виталем, напоминает ли фон 165-10-99-6. В гостях у меня сегодня Владимир Овчаренко, владелец и аукционер аукционного дома «Владей». И это значит, что сегодня разговор, как ни странно, пойдет об искусстве, об аукционах, о современном искусстве. Ну, не странно, потому что, как вы знаете, наверное, это не совсем моя тема. Видимо, мы так продолжаем серию тематических передач, немножко выпадающих из нашего обычного ряда. Но, тем не менее, тема интересная и к экономике имеет самое непосредственное отношение. Владимир, я просто сразу, если можно, начну с чтения куска вашего пресс-релиза, который мне попал в руки. Потому что меня вот очень порадовал этот абзац. По мнению Владимира Овчаренко, это будут первые серьезные торги. Речь идет о тех торгах, которые вы впервые проводите. Впервые, насколько я понимаю. То есть, как бы тут заявлено, что вы новый серьезный игрок на российском рынке современного искусства. По современным русским искусствам после знаменитого Сотбис-87. То есть, идет как бы такая заявка, на мой взгляд, на победу. В смысле, что мы помним бум русского искусства конца 80-х годов. И Булатова, и Кабакова, и всех прочих. Меломеда, Комарак. В общем, людей, которые взорвали в свое время аукцион. И взорвали аукцион Сотбис. Побили все рекорды на цены. И после этого как-то про русское искусство вот так громко не было, наверное, и слышно 25 примерно лет. С чего вдруг опять идет заявка на то, что русское искусство может стать. Или я не прав был? То есть, русское искусство все время высоко котировалось в мире современной. Здесь... Добрый день, слушателям. Здесь вообще долгая история. С 88-го года рынок современного искусства стал формироваться, наверное, как раз вот с этого такого важного события для русских художников, как Сотбис 88. Надо сказать, что... У вас 87 написано. 87, да. Я, кстати, тоже не помню. Ну, конечно, с 80-х, это сейчас неважно, да. По-моему, на самом деле покупателями на том аукционе выступали в основном иностранцы, даже не в основном, а 100% иностранные коллекционеры. И действительно получилось так, что они были организованы Сотбисом по-серьезному. Приехало много людей в Москву, присутствовали в центре международной торговли. Кто-то торговался, как обычно, по телефону. И цены на русских художников вдруг в один момент выросли, собственно говоря, в разы, если на некоторых не в десятки разы, по-моему. Там работа Гриши Брускина, которую до этого можно было, наверное, приобрести за 5 или за 10, может быть, тысяч долларов, стала вдруг в один момент стоить 250 тысяч долларов. По минимуму. Позже уже Брускина даже через несколько лет чуть ли не за миллион торговали какие-то карты. Да. Ну, это, конечно, у рынка уже какая-то сложившаяся история. И, конечно, пик был не только в конце 80-х, а мы наблюдали определенный пик и в середине 2000-х, который оборвался, в общем-то, с финансовым кризисом. Тогда, когда современное искусство стало стоить более-менее какие-то серьезные деньги. Сейчас идет какой-то такой, как мы называем, органический рост, без каких-то особенных всплесков. Тем не менее, рынок существует, и задача у нас как аукциона – это найти какие-то особенные работы, которые заинтересуют. Ну, вот вы несколько раз, простите, перебью, повторили слово «рынок». Я со многими экспертами рынка говорил, они говорят, что рынка как такового вообще нет. То есть он есть, но он серый, да, что рынок антиквариата, и в том числе и современного искусства, он где-то на 90% серый. Ну, разные называют. Кто-то, говорит, на 50%, кто-то на 90%. Вот я как журналист, я предпочитаю эти экстримумы. 90% сказали, значит, 90%. На рынке правят черные дилеры, огромное количество подделок. Об этом с любовью пишут книги, мы знаем, там, вот у Дины Рубиной одна из ее книг посвящена. «Белая голубка Кордовы. Истории русских подделок». В Израиле очень много сосредоточено, я с многими экспертами рынка на эту тему общался. В общем, рынок, так, мягко говоря, мутноватый. Давайте разберем, тут вы несколько сторон затронули. Сразу в кучу сюда. Конечно, существует, как вы говорите, серо-черный рынок, но, тем не менее, это рынок. Если какие-то эксперты вам говорят, рынка нет, а есть черный рынок. Нет, ну, смотрите, рынок, это там, где я пришел, там у вас гвоздики на рынке покупать, где-то тоже отчасти рынок. Но если эти гвоздики везут перекупщики, отбивая там от производителей, и существует на рынке ценовой сговор, то это не рынок. Это называется рынком. Но, тем не менее, вы сейчас идете в Москве, покупаете цветы, да, и там, конечно, есть перекупщики, и просто так вы на рынок сейчас из цветов не зайдете. На рынке существует конкуренция, прозрачность, и поддельных цветов не так, чтобы много. Ну, могут, конечно, подводить. В общем, в целом, везде рынок сел. Везде существуют свои механизмы. Конечно, этот рынок, он имеет свои особенности, да, и то, что вы назвали, допустим, то, что, наверное, я не знаю, я не очень большой специалист в антикварном рынке, не могу претендовать, но то, что вы назвали, что какие-то большие проблемы с подделками, с провинансом, с происхождением этих вещей, это действительно так. Мы, как аукцион владей, как раз и хотели бы часть вот этого рынка перевести в нормальную цивилизованную форму, когда человек приходит, покупает на аукционе, получает все необходимые сертификаты и бумаги на предмет, который он приобрел. Мы несем ответственность за то, что работа, которая выставлена на аукционе, не поддельная, что есть, собственно говоря, чем современное искусство интересно. Вы можете всегда снять трубку, в конце концов, позвонить автору и спросить, слушай, а ты такую работу вообще-то видел когда-нибудь в глаза? То, что вы не можете сделать с 18-м, с 19-м, с 20-м? Вам легче насчет того, что аукцион является некой гарантией провинанса, как вы говорите, и, в общем-то, позволю себе напомнить, что даже самые крупные аукционные дома были замешаны в скандалы с подделками. И в самых крупных музеях мира обнаруживались подделки. И более того, мы помним огромное количество очень интересных, в том числе, историй, например, с голландцем, который подделывал голландское искусство 17-го века. И ничем не хуже был оригинал, на самом деле. Мне всегда говорят, что подделки, я говорю, ну, что подделки-то, они же лучше, чем оригинал, что бы вам их... Вам бы лишь бы старые... Это все, что вы сейчас сказали, все про старое искусство. Да, а вы поэтому про современное. По современному там другие проблемы. Наверное, есть какие-то проблемы, да, но это в любом рынке есть плюсы и минусы, есть то, что можно улучшить, есть то, что работает. Поэтому здесь мы, то есть я лично присутствую на рынке, можно сказать, там, с 1990-го года возглавлял и организовал галерею Рейджина. И поэтому, собственно говоря, становление... Одна из первых, по-моему, галереи была. Ну, из тех, что, наверное, сейчас существует, может быть, одна из первых или первая. Там надо посмотреть, если кто-то еще претендует, чуть пораньше открылся. Вот, и поэтому весь рынок развивался на наших глазах. Собственно, мы в его перипетиях строительства этого рынка участвовали активно. Поэтому, в общем-то, четверо понимаем все недостатки инфраструктуры существующей, все... А каковы они? Перечислите их, пожалуйста. Ну, то, что мы имеем, это все-таки недостаточное, наверное, количество современных художников, которые могут работать на серьезном мировом уровне. Недостаток – это отсутствие хорошей ярмарки современного искусства, которая могла бы претендовать на то, что она является одной из каких-то важных мировых ярмарок. Отсутствие аукционного дома, который занимается работами современных авторов. И, наверное, все-таки, несмотря на то, что у нас существуют какие-то всевозможные музеи, их сейчас стало много, отсутствие того музея, которым мы могли бы здесь, как жители Москвы и России, гордиться. Который мог бы встать... А у нас же вроде есть какой-то... Я, к сожалению, не знаю, я слышал название музея. По-моему, Василий Царетелем занимается, внук Зураба Константиновича. Есть система музеев современного искусства московских, это вот система Царетелия. Есть музей... Гельман – это что делать? Гельман – это первый. Мы перечисляем какие-то московские, центральные. Поэтому здесь еще... Ну, мы не можем сейчас, перечисляя, допустим, ряд мировых музеев, там, Момо, Тейт, Памбиду, не можем следующее поставить слово, которое бы относилось к Москве. Вот эта задача, которая все-таки, наверное, ну, как деятели искусства, так и, наверное, государственные, может... Наберется коллекция для такого музея адекватная? Из российского искусства? Коллекция – это же не процесс, пошел, купил куда-то на базар и искал, вот у меня коллекция. Над этим надо просто работать. Но если мы ставим задачу амбициозного музея, обязательно она должна быть такая, потому что какое-то количество музеев уже существует, и нет смысла распылять средства на еще какую-то такую вот непонятную игрушку для кого-то. Но вы говорите вот о том, что потом был еще некий всплеск интереса, но в целом мы можем там считать конец 80-х неким пузырем на ценовом рынке, да? В ценах на рынке российского. Давайте так, конец 80-х – это не только специфика российского рынка, большой был интерес к современному искусству, очень много было японских денег на рынке, и цены на всех художников мировых были очень высокие. Потом произошел откат этого дела, и потихонечку опять с середины 90-х вот он стал как-то дышать, подыматься, и, конечно, достиг определенного пика в середине 2000-х. Но то, что мы видим сейчас, то это тоже какие-то, если вы почитаете какие-то новости с больших аукционных площадок, это бесконечное побитие очередных рекордов на того или иного автора. Но это инвестиционная идея, да, насколько я понимаю? Люди вкладываются как коллекционеры, которые коллекционируют, потому что вот они любят этого художника. Либо это все-таки инвестиционная идея, они знают, что это вложение, цена будет, по крайней мере, не падать, а, скорее всего, устойчиво расти. Потому что я уверен, что те люди, которые, если откатиться в обратную сторону от 80-х, да, 70-е, там, бульдозерные выставки, 20-ка и все прочее, да, иностранцы, которые, как вы справедливо замечали, были основными покупателями. Конечно, им было в кайф. Там, Зверева вообще можно было бесплатно подобрать. Ну, за бутылку, может быть. У половины из нас сидел, да, и рисовал. Там, у меня, вон, Анатолий Гельман есть, там, Вичтомов и прочие, которые тогда стоили копейки. По-моему, там, одну из картин вообще за десятку купил у него. Все время на Измаиловской вернисаже. Тогда, покупая за десятку, да, можно было ее продать в Америке спустя, там, 10 лет за вполне весомую сумму. А если угадать, как с Брускиным, так и вообще золотится. Ну, может быть, вот это, если покупать на аукционе «Владей», то же самое может произойти. Но об этом после выпуска новостей, если не возражаете. Это вновь Игорь Виттель. Мы возвращаемся в студию. Это парадокс с Игорем Виттельем. Мы общаемся, мы с Владимиром Овчаренко о современном искусстве. И так, возвращая, да, ну, были спекулянты, они вкладывались. Потом они увидели вот этот бурный рост и как бы вспрыгивали в уплывающий, уходящий корабль. Многие на нем удачно прокатились. А теперь это что? Кто эти люди? Ну, давайте про то, что вы называете спекуляцией, или обычно на Финам все-таки другая терминология. Называется инвесторы, да? Нет, ну, вы знаете, в чем дело. Инвесторы – это когда люди вкладывают там под какие-то умеренные, мне кажется, проценты. А вот когда люди, зная, что они купят за десятку рублей, а потом продают за 100 тысяч долларов, это все-таки спекулянт. Ну, давайте все-таки всегда есть риск. Даже в такой вот, казалось бы, простой операции он тоже существует. Хорошо. Давайте это называть инвесторами, ради бога. Да, инвесторами. Если вы говорите, что это какие-то люди, которые профессионально занимаются, могут они называться дилерами. Дилеры тоже может быть не только в искусстве, а там в ювелирнике тоже существуют дилеры. Поэтому это нормальная торговля, есть какой-то продукт, который может быть оценен. А, кстати, вот вы, извините, еще раз приму, вы слово профессионалу упомянули. А вот сколько было, если взять там 70-е годы, тех, кто тусил вот в этих кругах богемы и покупателям, как бы были основными покупателями, сколько среди них было профессиональных коллекционеров? А сколько было таких? Просто приехали в Россию модно, пошли погуляли, купили картину. Давайте так, то есть сейчас есть, остались какие-то крупные коллекции, да, там, ну, одна из, наверное, самая известная сейчас коллекция современного искусства 70-х, 80-х, это Нортон Додж под Нью-Йорком, там, в Нью-Джерси, известная коллекция Костаки, которую в свое время вывез, это и часть в Греции в музее находится. Костаки – это тот, которого убили, по-моему, потом? Не-не-не, это Грек, он недавно умер, там, несколько лет назад. Ну, там просто, я понял, было несколько достаточно громких убийств на этом рынке, и, по-моему, один был из греческих коллекционеров. Но Костаки – это было самое известное имя. Это я не очень, не уверен, что Костаки относится. Известная история с музеем Людвига, который сделал отличную коллекцию тоже советского искусства 80-х, 90-70-х. Поэтому есть прецеденты создания очень хороших музейных коллекций. Собственно говоря, мы сейчас упомянули про то, что если будет создан музей, если какой-то материал, который этот музей может собрать, то это, конечно, вопрос, там, ни одного дня, ни одного года, там, это всё-таки, там, десятилетия уходит на создание коллекции любого музея. Вот даже сейчас известные прецеденты, арабские шейхи построили себе замечательные какие-то такие новые гугенхаймы, там, в пустыне. Но, тем не менее, процесс собирания коллекций идёт очень тяжело, несмотря на практически неограниченные финансовые ресурсы. А с нами на связи, если вы не возражаете, я просто хотел подключить ещё одного собеседника, председателя Совета директоров Восточноевропейского антикварного дома Сергей Юнин. Сергей, хотелось бы вам задать вопрос, насколько, вот мы тут спорили с Владимиром, прозрачен рынок, насколько законодательство соответствует реалиям рынка, и вообще, насколько этот рынок сейчас нуждается в каких-либо реформах. Добрый день. Рынок, конечно, нуждается в реформах, они давно уже назрели, потому что многие игроки понимают, что они уже вот так, как они жили, они не могут, потому что рынок тёмный, совершенно непрозрачный, законодательства, считаю, нет никакого. Считаю, что вообще нужен закон на бандикуре, вот федеральный закон. Потому что правила игры должны быть чёткие, понятные, и за нарушение уголовного газования, я так считаю. А что в этом законе об антиквариате должно быть прописано? Какие основные пункты должны быть? Тем более, что мы не только сегодня говорим об антиквариате. Вот мы, например, с Владимиром говорим о современном искусстве. Должен быть только закон об антиквариате, или закон о бакуационных домах, закон об искусстве вообще? Вот закон об искусстве, закон об аукционных домах, безусловно, это должно всё, может быть, он не должен называться как-то по-другому, но в законе должно это всё быть охвачено и прописано, потому что, смотрите, основной капитал аукционного дома, ну, ровно столько, сколько положено сейчас по закону, там, 10 тысяч рублей, допустим, да, как акционерничество. Я считаю, что должны быть крупные основные капиталы, потому что люди, даже финансово, иметь возможность ответить за те или иные свои поступки. Например, а какой самый распространённый негативный поступок на этом рынке, вот хотелось бы услышать? Какой, что я не расскажу. Ну, вы говорите, что должны отвечать уставным капиталом за свои негативные поступки. Какие? Приведите пример, какие поступки вообще распространены на рынке? Вы знаете, такого ещё не было, но, в принципе, это возможно. Сколько у нас было пирамид? Ну, масса всяких, да? Ну, для того, чтобы вот не было такого, что люди собирают... Сейчас всё как-то решается, поскольку рынок тёмный, то в тени решаются все вопросы, все проблемы. Они не становятся публичными, да? Они неизвестны. Известны только очень ускоро-ограничному кругу людей. Но для того, чтобы не было такого, что люди собирают у сдатчиков предметы для проведения аукциона, потом что-то случается, да? И неизвестно, что за что ответить. Очень часто слышно, что отвечаем своим словом. Для меня слово человека стоит ровно столько, сколько за ним стоит денег, причём денег легальных, до которых можно добраться официальным путём. Сергей, скажите, на ваш взгляд, вот насколько все эти проблемы в равной мере относятся к рынку современного искусства, как и к антикварному? По современному искусству я не могу вам сказать. Я не специалист, я этим никогда не занимался. Я занимался и занимаюсь антиквариатом. Криминальная зона, ну что сказать, очень много и хищений, и преступлений других, и убийств, и убийств на самом деле достаточно много. Спасибо большое. Это всё за кадром стоит. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи был председатель Совета директоров Восточноевропейского антикварного дома Сергея Юрьевна. Как-то нас с Сергеем потащило. У меня что-то в романы... Всё про антиквариат. В романы покойника Незнанского, по-моему, утащило куда-то. Там он очень любил описывать истории про современное искусство и про антиквариат. Тем не менее, на ваш взгляд, тут должны быть некие законодательные инициативы на рынке? Мне, честно говоря... Ну, мы вот тут уже разделили всё-таки антиквариат. Давайте, нет, давайте говорить про современное искусство. Всё, забудьте про антиквариат. Вот современное искусство, на ваш взгляд, требует в неком законодательной базе, модернизации существующих законов. Или у вас всё хорошо, у вас всего достаточно? Я думаю, что уже какие-то шаги сделаны. Есть какие-то разные законы там об авторском праве. Собственно говоря, мы при подготовке аукциону составляем договора в соответствии с законодательством. Оно достаточно хорошее на эту тему. Я не вижу никакой проблемы. Я не знаю вот этих вот там убийств, проблем антиквариата. И вообще, наша программа мне очень нравится, какое-то направление такое приобретает, что как бы вот как раз, мне кажется, вот это современное искусство, оно как-то вот, какое-то вот другое, оно как действенница по сравнению с этими уже какими-то наростами на теле вот этого антиквариата. Там не поймёшь, видите, даже люди, как бы сами занимающиеся им, говорят, предъявляют какие-то проблемы, претензии к законодателям. Ну, хорошо, тогда инициируйте этот закон. Если у вас такая проблема, или созовите, у вас там есть какой-то союз антикваров. И решайте эти вопросы в своём как бы кругу. И не трогайте современное искусство. Нет, почему мы это обсуждаем на радио? А мы как вот, кстати, законодательно-современное искусство? Вот вы говорите, что как бы у антикваров одно, современное искусство другое. У нас современные имитки, строгие рамки временные? Я думаю, что... Если то, что считается, относится к современному искусству сейчас, то принята такая классификация, что в основном послевоенное искусство, оно, собственно говоря, относится даже на Западе, там, искусство послевоенное уже относится к современному. После военного вы имеете вторую войну. Ну, вторую войну, конечно. Вот, поэтому, ну, примерно придерживается такой классификации, Но, тем не менее, все равно есть искусство того же авангарда или искусство, ну, допустим, импрессиониста, это больше до войны. Хотя Пикассо прожил там... Тогда я не очень понимаю ваше возмущение, чего вот так сейчас господин Юнин про убийство и прочее говорил. Мы же прекрасно понимаем, кто, например, один из самых известных российских художников, вокруг которого сосредоточено наибольшее количество криминалов, в том числе и мистического. Я даже не знаю про кого. Павел Филонов, естественно. А, ну окей. Ну, Павел Филонов в каком году творил? А Павел Филонов, тем не менее, вы сами же про импрессионистов заговорили. Павел Филонов творил сильно позже. Если уж говорить про авангард, то это Филонов, да? Ну да, но он не творил после Второй мировой войны. Не творил. Вы сами только что раздвинули эти рамки, что как бы авангард можно посмотреть еще и в том, что... Ну, я говорю, что это принято так. Конечно, могут быть какие-то нюансы. А часть нового валета, остававшаяся в живых, тоже, между прочим, тогда, значит, попадает у нас вокруг них тоже криминальных историй. Даже я вам могу рассказать. И вы, и я прекрасно понимаем, чем отличается современное искусство антиклариата. Нет, ну просто если мы заговорили уже о современном искусстве, тогда давайте поставим рамки. Давайте так, то есть вот мы сейчас говорим об искусстве, особенно если касается России, все-таки к современному искусству в основном относится то, что началось с движения нонконформистов. Ну, скажем так, это середина 60-х годов и до сегодняшнего дня. Наверное, это будет более понятно, чем это отличается, допустим, от этих главного рынка. Хорошо, вот давайте тогда все-таки вернемся к экономике. Значит, кто у нас тогда, там, в 60-е годы из тех остался? Оскар Рабин, Варвара Кропивницкая. Не, ну очень много осталось. Основной это фигуры, это Кабаков, Булатов, Чайков. Ну, Васильев недавно умер, ну вот эти все. Хорошо, давайте посмотрим динамику цен на них примерно. Ну, давайте посмотрим, то есть, если Кабаков стоил, как вы сказали, ну, конечно, тогда за бутылку нельзя было. Нет, я про Бакова не говорю, что за бутылку. Да, но все равно это были какие-то там несколько тысяч долларов, я не знаю, может, было большую картину, за пять, может быть, купить, что сейчас, ну, все знают, какие-то были аукционные рекорды, это там 4-5 миллионов долларов на Сотобис или Филлипс. Нормально сейчас работа, которую Кабаков производит в своей студии под Нью-Йорком сейчас, они стоят в среднем около 500 тысяч евро. Ну, это, наверное, как бы самый успешный наш российский художник, добившийся и мировой признательности. Ну, то же самое, то есть, если вы посмотрите на искусство всех тех, кого... А Рабин с Крапивницкой? Крапивницкой, наверное, чуть-чуть меньше, где-то она сейчас находится в тени, но Рабин тоже имеет какие-то стабильные цены, постоянно продается в Лондоне на аукционах Сотбис или Кристис на русских торгах, и примерно сейчас цена на Рабину может составлять, там, зависит от того, какая работа, наверное, там, от 50 до 100 тысяч евро спокойно. А вы, опять-таки, в динамике хотелось посмотреть? Ну, то же самое, это можно было купить за тысячу-две. Хорошо, а если я это покупаю не в 70-х годах, а я покупаю там... Если вы покупаете это в 90-х, да, то уже Рабин это вам будет. Ну, вот, допустим, работа Булатова стоила какая-то сделанная в 90-х годах, можно было купить за 15-20 тысяч долларов. Сейчас такая работа будет стоить... Порядка 300, я думаю. 300-400 тысяч евро, да, полмиллиона долларов. То есть это, ну, в 30 раз. Да, то теперь тогда возникает вопрос, а вот люди, которые покупают у вас сегодня, которые будут покупать, дай бог, на вашем аукционе, они на что рассчитывают в основном? Давайте так, всё-таки, ну, мы чуть-чуть, прям совсем уже взяли какой-то спекулятивный момент от искусства. Почему спекулятивный? Мне просто интересно. Смотрите, помимо того, что существует категория людей, которые зациклены на стоимости, есть люди просто, которые коллекционируют из любви к искусству. Как ни странно, нафианамо... Да, об этом после выпуска новостей, да. Мы в студии вновь с Владимиром Овчаренко, я, Игорь Виттер, и мы обсуждаем современное искусство. Что остановились мы на слове «любовь», как ни странно сказал Владимир для слушателей «Финам.ФМ». Есть люди, которые собирают из любви к искусству. Во-первых, у меня тогда возникает абсолютно такой вопрос человека, который не вхож этот рынок. Зачем мне нужен аукционный дом? Учитывая, что автор жив, как мы в начале передачи с вами говорили, что мне мешает позвонить ему и сказать, «Вася, продай-ка мне картинку». Мешает простая вещь, что у Васи, которой вы позвоните, может не оказаться той картинкой, которая вам нравится. Или картинка более позднего периода, или картинка не та, или по размеру, по качеству, или по любым другим составляющим. Художника, очень мало художников, которых я знаю, вот так же сейчас перебираю в памяти, у которых вы можете сейчас найти старые работы, там, в 80-х, 90-х. Но они, то есть находятся где-то, они в любом случае не у Вас находятся. Это находится в разных местах. Что-то может и у того же художника остаться вдруг, что-то может быть и у его галереи, которая с этим, может быть, 20 или 30 лет работает. Что-то, оказывается, у коллекционера, который купил. То есть ваша задача взять у них как-то, договориться? Наша задача, да, найти материал, который работает, сделать вот такую небольшую коллекцию работ, которая будет представлять из себя что-то такое самоценное, что люди посмотрят, скажут, что интересно, смотри, какое современное искусство может быть. Вот это задача, которую мы сейчас перед собой ставим. Потому что, конечно, существует большой скепсис по отношению к современному искусству, и не вы один его выражаете. А я не выражаю особо не скепсис, а по качеству. Я как с точки зрения финансиста, если вернуться, вы позволите обратно, back to USSR, да? 60-е, 70-е бульдозерная выставка. Значит, вот мы с вами перечислили, действительно, как в школе, помните, говорили, исключение, подтверждающее правило. Мы назвали 10 художников русских, российских, скажем так, которые на слуху, которые продаваемы. Давайте вспомним там 20-ку, которая была, еще несколько объединений, которые были там, как это теперь называется, не кумирами, но властителями дум, да, того поколения. Кто из них на слуху, кто из них продается, кто из них там как-то вообще еще находится в коллекциях, кого из них собирают. Если не хотите о деньгах, не надо. Кого из них до сих пор любят? Давайте вот мы начали перечислять какие-то имена, которые, в общем-то, сейчас являются вот этими лидерами, наверное, вот этого рынка, да, после, ну, как мы говорим, современного искусства. Поэтому, конечно, это не любого художника, которого вы могли тогда купить, вдруг ваша инвестиция какая-то оказалась удачной. Тем не менее, работа, которую вы тогда купили, она могла вам и может даже доставлять радость до сегодняшнего дня. Мне это доставляет. Быть у вас на стене и как бы радовать и вас, и ваших окружающих, или гостей каких-то. Поэтому та инвестиционная или финансовая составляющая современного искусства – это только один фактор. Для кого-то он самый важный, для кого-то он вообще не важный. Про любой. Вот вы много помните сейчас, вы как профессионал, скажите мне, кто из той двойцатки, ну, просто одно из самых ярких было объединение, да, кто из них сейчас на слуху, кто из них продается? Ну, двадцатка я конкретно не помню, наши группы, они сходились и расходились. Но, допустим, если мы возьмем даже более, может быть, для слушателя известный эпизод, допустим, «Поход Хрущева в Манеж», да, и работа… Абстракционисты, те самые, которых теперь в эфире не заново. Да, собственно, основные, кто там вот эти были абстракционисты, это, в общем-то, группа Белютина, из которой мы практически никого не знаем, то есть где эти художники, что, ну, конечно, они существуют, да, и существует история этих художников, но они как-то исчезли из, вот, собственно говоря, вот этого рассмотрения их творчества там музейными или просто специалистами современного искусства. Ну, примерно то же самое и с Лянозовской группой произошло, если вспоминать, там, Рабина Скорпивницкая, там, ну, еще, по-моему… Ну, Рабин, он существует, ну, Рабин все-таки присутствует в полной мере, да, и на рынке представлено, на выставках… Ну, их же было тоже достаточно много, да, объединение было достаточно крупное. Идет, естественно, отбор, конечно, то есть это… для этого существует много других инструментариев, помимо аукционов. Это, в основном, выработанная схема – это музейные выставки, да, музейные коллекции и попадание в престижный музей или большая соло-выставка в каком-то из этих музеев всегда вносит большой вклад в развитие карьеры художника. Как я упомянул, к сожалению, у нас вот отсутствие такого музея, который бы маркировал своим вот штампом «Ага, я делаю эту выставку, все, значит, этот художник – то, что надо». К сожалению, это как бы вот у нас большой недостаток. Вот то, что сейчас мы видели, вот, допустим, во время Олимпиады в Лондоне, было много споров, потому что они выделили на, не помню, 4 или 5 месяцев была выставка Дэмиана Хёрста. Для нас, наверное, казалось бы, если мы сейчас назовем какого-то самого известного британского автора, это, наверное, Дэмиана Хёрста. Все его вспомнят, да. Тем не менее, ему Тейт несколько лет, собственно говоря, или, там, можно сказать, десятилетий, Хёрст стал известен там в середине 90-х, и Тейт не проводил его выставку из принципиальных соображений. А кто вообще раскручивает, вот, на самом деле, имена, причем так, что, вот, действительно, там, Дэмиан Хёрст, который у всех на слуху, наверняка существуют художники, которых можно было точно так же, ну, простите за выражение, надуть, ну, с хорошей точки зрения, да, сделать из них имя, сделать из них пузырь, сделать их имя знаковым. Кто есть такие люди? У нас вот на российском рынке есть такие делатели звезд? Здесь, конечно, есть, ну, собственно говоря, рынок формировали галереи середины 90-х, так получилось, у нас не было там ни музеев, ни, ну, кроме, там, допустим, Третьяков, которые чуть-чуть хоть коллекционировали как-то этот период, поэтому галереи, в общем-то, и задавали тон на этом рынке, и, в общем-то, все достижения художников, которых мы сейчас знаем, как современных, которые живут в России, они связаны с тем, что они делали выставки в той или иной галерее, и чем галерея считалась более серьёзной, тем, собственно говоря, художник вот эти плюсики себе от выставок в этой галерее или продаж в этой галерее ставил. Поэтому вот такое развитие. Но у нас были такие имена, которые действительно вот вздули уже из 90-х, если сейчас... Все имена, которые, может быть, и слышите, или вы слышали, это там и Дубасарский виноградов, и, наверное, и Кулик, и Гутов, и Кошляков, это все художники, которые начали свои деятельности в начале 90-х годов. Их не было до этого, до того, как... А где те имена, которые гремели в 90-х помимо? Там, группа Фурманова переулка, там, тот же Костя Звездочётов, Свен Гунглах, и те имена, которые тогда были на слуху. Опять-таки, не слышу, не вижу. Дубасарский виноградов – это, пожалуй, там, единственное, чем постоянно тычут в нос. Про Кулика и слышать уж, простите, не хочу. Вы мне ещё этого самого Аганяна вспомнили. Я вам Кулика не называл, по-моему. Вы только что сказали. Дубасарский виноградов и Кулик, да. Почему-то в одном ряду. Но, тем не менее, раз вы видите, мы уже Кулика затронули это имя, которое... Ну, вы знаете, давайте ему сейчас вдаваться в споры о современных искусствах. Я тоже могу сейчас на вас гавкать в студии или ещё что-нибудь с вами сотворить и обозвать это перформансом. Давайте уже будем серьёзными там. Давайте Дубасарский виноградов, бог с ним. Звездочётов, Гундлах, группы Фурманова, переулка, Нита, где все? У них у всех разная судьба. Допустим, кто-то из них, как Звездочётов или Андрей Филиппов, они присутствуют, делают замечательные выставки, постоянно выставляют в той или иной галерее, и в групповых проектах участвуют, то, что... А финансово? Финансово, они стоят денег, их хорошая работа стоит хороших денег, тем не менее, конечно, это не такие десятки разов это всё повысилось, как у Кабакова, да? Но они присутствуют там в солидных европейских галереях каких-то, они вообще всё мне напомнят? Костя Звездочётов, наверное, лидер этой всей группы, и он присутствует во многих музейных коллекциях. Да, иногда он торгуется на больших аукционах, его работы, и обычно они продаются. Это всё равно, конечно, это не полмиллиона евро, как там Кабаков или Булатов, тем не менее. Но он и молод же. Давайте смотреть, Кабаков или Булатов, это 75-80 лет им. Костя Звездочётов сейчас 55, так что у него есть ещё 20 лет, догнать и перегнать. Вы лучше бы этого не говорили, потому что я как-то всё помню, что мы все мальчики маленькие, да, потом вспоминаем, что нам было около полтинника. Нет, там много было интересных групп, и я помню, было объединение Агасфера, Андрей Ирбет с Юлией Ситниковой. Интересные были художники, которые вообще сейчас, я знаю, что Андрей Талантл и иллюстратор, но вот как-то не прогремелы, и многие из тех, кто гремели тогда, кроме тех, кто играл, изображал из себя собаку, или занимался другими непотребствами, сколько этих имён на слуху. Но вернёмся к вашему аукциону, мне всё-таки интересно, что вы от него ожидаете. Мы ожидаем каких-то хороших результатов, во-первых, да. Мы надеемся, что коллекционеры и просто любители искусства оценят и по-новому взглянут, 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 не знаю, как правильно, на современное искусство. И задача, которая... Что их должно заставить взглянуть? Вы же простите, потому что я так вот каталог только пролистал. Первое, что мне попалось, это, в общем-то, Айдан Салахов и Таир Салахов. Это, в общем-то, имена, которые на слуху с тех же 80-х годов. И что в этих именах может заставить меня по-новому взглянуть на современное искусство? А вы приходите и посмотрите. И тогда, собственно говоря, можно тогда поговорить. Иногда какая-то работа автора может заставить по-новому посмотреть на то, что он занимается. Или, наоборот, что-то такое, какие-то новые молодые имена для себя открыты. Пепперштейн, Пепперштейн, опять-таки, вот. Смотрите, аукцион не ставит задачу раскопать каких-то авторов, которых до этого никто не знал. Для этого есть молодежные галереи. А вот Филиппов, опять-таки, кстати, у вас... Да, видите, и звездочетов там присутствует. Так что... Франциска Инфанта, опять-таки. Да, видите, много знакомых мы встречаем на этом аукционе. Тем не менее, и есть, конечно, представители молодого поколения, потому что, давайте не забывать, какая-то нарастет новая генерация не только художников, но и коллекционеров, и они заинтересованы. Для них то, что мы сейчас разговариваем с вами про 70-е, для них общение с молодыми художниками – это наше с вами 70-е, 50 лет назад. Так что в Москве много людей, много людей, которые интересуются искусством, и надеемся, что аукцион приведет и новых каких-то... А вот их много сейчас новых? Если опять теперь уже сдвинуться из 90-х и даже 2000-х, много было имен открытых в 2000-х. Я вот знаю там только своих друзей, группу «Синие носы», например, или кого-нибудь тоже типа этого. «Синие носы», да. Ребята интересные, конечно, но не в обиду будет сказано, если они нас сейчас слушают. Я не могу их поставить в один ряд с художниками уж совсем первой величины. К сожалению, финансы. Я бы рад был, чтобы они добились таких успехов, как Кабаков. Но таких же тоже немного. Сходу никто не назовет. Ну, наверное, сходу нет, но все-таки тот, кто интересуется, он сразу назовет, допустим, Алексей Калима или Сергей Братков. Это люди, которые появились в 2000-е годы, их не было в 90-е. Поэтому есть более молодые, там, тот же Валера Читак, наверное, какие-то еще авторы. Не буду всех перечислять, чтобы никого не обидеть, кого вдруг не перечислил. Поэтому всегда идет естественный процесс, кто-то остается в искусстве, кто-то переходит, вот как вы говорите, в иллюстраторы, в дизайнеры, кто-то там, в архитекторы даже, те же самые, кто-то из Фурманного строит рестораны, там и делает бизнес на этом. А мы знаем, кто из Фурманного смотрит, строит рестораны. Поэтому все по-разному. Не все остаются в искусстве. Это все-таки такая тяжелая история, особенно у нас в России. Давайте посмотрим на то, что, собственно говоря, откуда искать поддержку современного художника, кроме как с рынка. Им уже никто не уплачивает никакую степенью. Ну, это, по-моему, нормальность. Художник должен быть голодным. Государство, мне кажется, не должно поддерживать. А где это написано, что художник должен быть голодным? Это все-таки какая-то банально уже застрявшая у всех в головах почему-то идея. Да нет, она в свое время была очень непопулярна, наоборот. Допустим, галерист или комментатор на радио или телевидении, он не должен быть голодным. Я вот сижу сейчас очень голодный, между прочим. Но это какое-то время мы неправильно с вами выбрали. Вот. А почему-то художник должен быть голодным. По-моему, это все не соответствует действительности. Нет, дело не в этом. Понимаете, вы неправильно поняли, видимо, мою реплику. Я не считаю, что государство мне что-то должно. Государство почему-то должно меня поддерживать. Меня или любого другого радиотелеведущего как нечто выдающее. У меня то же самое отношение к художнику. Ради бога, твори, делай что угодно. Если на твое творчество есть спрос, да, вот меня слушают, я надеюсь, и, значит, на меня есть спрос. Это, соответственно, моя задача. Да, да, да. А рынок современного искусства, он все-таки более расплывчатый по критериям. В нем очень трудно ориентироваться. А, ну вот мы часто встречаем вот то, что вы говорили, и вы же первое произносите. И это чуть-чуть, скажем так, уже такое, не знаю так, застрявшее в головах. И поэтому иногда, когда ты говоришь про рынок современного искусства, это какое-то вызывает такое отторжение. Ну как, что, почему про деньги? Вы должны искусством заниматься, а деньгами там, я не знаю. Наоборот, я все время на деньги... То вы меня сворачивали на деньги, я в любовь уходил, то вы меня за теперь обратную... А видите, у нас как бы все вместе, любовь и деньги в одном флаконе. Это можно сказать про искусство. Я пытаюсь понять, скажи, давайте вот сделаем то, что сейчас интересно будет для наших радиослушателей, правда, сделаем это после выпуска новостей. Сейчас еще одну финансовую часть разберем. Ну что ж, возвращаемся в студию. Это Игорь Виталь, «Парадокс» с Игорем Витальем. В гостях у меня Владимир Овчаренко, владелец аукционера аукционного дома «Володей». И беседуем мы о современном искусстве. Итак, ваш аукцион. Вот я человек, который не страдает особой любовью к современному искусству. Я бы с удовольствием купил вашего Таира Салахова, но сумма там, по-моему, 300 тысяч евро начальная, она для меня не совсем подъемна. Но, тем не менее, я допустим, что эти деньги у меня есть. Я хочу прийти не из любви к искусству, а для того, чтобы совершить грамотную инвестицию. Каковы ваши шансы у меня, на ваш взгляд, прикупить что-нибудь удачное и получить, грубо говоря, 10% годовых, чтобы это как-то там с депозитами хотя бы билось, было интереснее, чем депозиты рыночные. Я могу про себя говорить и про свою компанию, как мы к этому относимся. Если человек приходит и задает вот такие вопросы, какую отдачу я получу на свою инвестицию? Может, это наивный вопрос, вы уж простите меня, но раз мы финансовая радио... Это нормальный вопрос совершенно, и, в общем-то, мы постоянно на него как-то пытаемся внутренне и внешне ответить. И давайте так, вот самый лучший совет, который могу дать человеку, который задает такой вопрос. Давай ты начни с того, что работа тебе нравится. Если тебе работа не нравится, да, не будем вообще об этом говорить. Если тебе работа нравится, значит, ты ее принесешь в свой дом и повесишь на ту или иную стену. Ты будешь каждый день, проходя за чашкой чая, или там одевая тапочки, или общаясь со своими детьми, она будет с тобой жить. Пускай ты не будешь с утра до ночи в нее, впялившись, сидеть напротив нее, но, тем не менее, она становится частью твоей жизни. И вот чем дольше она пробудет рядом с тобой, тем, значит, заряд эмоциональный, то, что мы называем искусство, вложенное в эту работу, оно, значит, и более весомо. Потому что вот мы иногда сталкиваемся, человек купил какую-то работу, говорит, да, окей, слушай, все нормально, все отлично, нравится. Но через три месяца приходит, говорит, да, все нормально, ну, ты знаешь, вот, как бы, вроде как бы я из нее уже все, что мне надо было, какую-то эмоцию, какое-то чувство, я из нее получил. Она уже для меня как бы как пустая, да. Давай что-нибудь еще посложнее, допустим, посмотрим, да, что не так очевидно. Поэтому мы ориентируемся часто вот на это, что работа должна нравиться, и желательно она должна нравиться в такой большой временной перспективе. А если вдруг прошло 10 лет, и ты проснулся однажды утром и говорит, слушай, замечательная работа на стене, у меня висит 10 лет, я с ней провел. А давай-ка я узнаю, сколько она теперь стоит. И позвонил, допустим, через 10 лет в аукцион владей или какую-то другую профессиональную историю и спросил, вот у меня художник висит, а работа такая, давайте я вам отправлю по e-mail картинку, вы сможете мне сказать, сколько она будет стоить, если я на ваш аукцион ее предложу. И вдруг окажется, что эта работа стоит хотя бы такие же деньги, как вы покупали 10 лет назад, вы уже выигрыши. Потому что процент, вот на вложенный капитал... Это мои эмоции. ...вы получили в этом... Вы начинаете мне анекдот про пингвина, например. А если вдруг так оказалось, что она вдруг там в полтора-два раза хотя бы дороже, то вы просто в шоколаде вы получили и эмоцию, и получили деньги. А кто, кстати, вот вы это кому рассказываете? Кто сейчас покупатель? Это по-прежнему зарубежные деньги? Арабские, японские, американские? Либо это... Я думаю, что там покупатели 90-х, конца 90-х это такие все-таки были наши новориши. А сейчас кто? Насколько они вообще разбираются в искусстве? Скажем так, люди есть сильно разбираются, есть разбираются. Я должен сказать, что вообще культура, уровень русских, те, кто здесь живет, очень высокий. И люди, которые даже иногда вообще даже ни с антиквариатом, ни с современным искусством не общались, просто не было такой необходимости. Ну, просто не заносили никогда произведения искусства в дом. Первый раз с ними общались. Они сразу могут... Иногда даже удивляешься, что человек не знает. Все равно будет у него пять самых сильных работ перед глазами, и он выберет саму то, что ты как специалист оцениваешь важно. Он скажет, что вот это хорошее. Вот как так происходит? Это значит, заложены очень высокие культурные уровни. Я так к этому отношусь. А то, что мы сейчас говорим про то, что русские и не русские, это я должен сказать, что, конечно, за последнее время интересы со стороны иностранцев к русскому искусству заметно спал, мы это видим, собственно говоря, потому что, допустим, сейчас в Базеле на ярмарке современного искусства номер один не будет присутствовать ни одна из русских галерей. То есть, получается так, что русского искусства со стороны базельской ярмарки можно проигнорировать просто. Давайте, тут есть, конечно, и политическая составляющая этого процесса, потому что, в общем-то, негативное отношение России, сложившееся за последние годы, оно присутствует. Ну и как бы какое-то тотальное непонимание того, что здесь происходит. Людям сложно разобрать, что здесь происходит в политике, в культуре, тем более уж в современном искусстве, и поэтому они часто включают, как я говорю, кнопку игнор, то есть игнорировать, не хотят тратить время на разбор, да. Но, тем не менее, мы живём здесь, поэтому мы вот в этом должны разбираться, мы должны построить какую-то сильную историю здесь, и после этого, конечно, тогда ты выходишь как сильный, а не как-то как на поберушках, дайте кто что сколько может. Поэтому, наверное, сейчас, если говорить в цифрах, я думаю, что 90% рынка современного искусства – это русские люди, пускай они могут жить в Лондоне, в Сурихе, в Женеве или в Нью-Йорке, но это всё равно русские. И они интересуются именно современным искусством, то есть они не… Мы сейчас говорим про современный искусство, мы же сказали больше про антиквариат. Нет, просто интересно, а почему они отдают предпочтение современному искусству перед тем, чтобы там покупать передвижников, авангард начала 20 века, тот же Бубновый Валет, который… это какие-то, в общем, серьёзные инвестиции. Но давайте так. Потому что это явно будет нести с собой уже провинанс плохое и проклятие. Ну, я про антиквариат. У меня игнор на него. Но я давайте про современный скажу, что я вижу, какие есть преимущества по сравнению с тем, что это старое искусство. Покупая современный… Что такое искусство? Это вообще, кроме всего прочего, там инвестиционное, люблю. Это как знаки времени. Ты приобретаешь знак времени. И кто какие знаки любит и хочет, тот тем интересуется, тот знак и покупает. Если вы интересуете эти истории, больше читаете книжки, я не знаю, то, что было 150 лет назад, 200 лет назад, 500 лет назад, углубляетесь в историю. Может быть, вам и будет это более важно. Может быть, вы живёте на какой-то старой даче, которая имеет историю, или в доме какого-нибудь 18-19 века. Тогда органично вы интересуетесь этим. Если вы современный человек, если вы строите современный дом, если вы интересуете современной архитектурой, современным дизайном, современными авторами, и ходите в современный театр, ой, мне будет очень удивительно, что вдруг вы будете затаскивать какой-то себе там Айвазовского или что-нибудь такое, типа, 9-й вал себе куда-то на квартиру или в дом, в котором вы живёте. А уж если мы будем говорить про... Секунду, про молодой... Это будет уголовное преступление. Мне его сначала придётся с Третьяковки... Ну, подождите, там несколько, наверное, есть каких-то интерпретаций. Или, как вы говорите, в Израиле нарисуют ещё, правильно? Нет, на самом деле, огромное количество... Мне недавно предлагали Айвазовского под подписью его ученика. Мы же знаем, что он там охотно сам подписывался за учеников, а потом ещё ученики под него косили очень сильно. Вот, поэтому случай с современным искусством, оно как бы соответствует тому времени, которое... Если вы говорите про 70-е, значит, это тоже недалеко. Это какая-то определённая архитектура, определённый дизайн того времени. Если мы говорим про современные, это тоже... То есть, мне стоит приехать в Хрущёвку и увешать стены именно вот... Хрущёвка тоже к современному. Это всё-таки недовоенное. Так что можно туда вполне... Хрущёвки 60-х годов, искусство 60-х годов органично создать. Конечно, конечно. А это, кстати, хорошая история, такую банальную советскую квартиру, увешать её там Булатовым, Зверевым. Ну, из-за того, что у нас всё очень быстро происходит вообще в обществе. То есть, конечно, мы бы хотели, чтобы было вот здесь и сейчас, да, и чтобы мы сейчас стали впереди планеты всей. Давайте не забывать, мы трансформируемся там 20 с чем-то лет после, собственно говоря, Советского Союза. И поэтому в мозгах у нас и у меня, и у вас, и у всех окружающих слишком много всего переплетено. Мы хотим и историю любить, мы хотим обогнать планету всю. Ну, вот такие мы здесь вот собрались. Ну, с другой стороны вообще. И поэтому вот эта любовь как бы к старому, которая культивируется, ну, тем более ещё в последнее время, конечно, она есть. И слава богу, какие-то люди ходят и любят это, слава богу. Есть ещё более банальное объяснение. Вот у вас написано, что эстимейт при этом колеблется от тысячи долларов, да? Я же не могу себе за тысячу долларов Рубенса купить, и за миллион не могу уже купить. А за тысячу долларов я могу попытаться стать коллекционером. Ну, я думаю, что там цена в процессе, конечно, поднимется. Кстати, на сколько примерно? Это мы не знаем, это мы 23 мая узнаем. Ну, вы как ощущаете, там, исходя из опыта вашей бурной аукционной... Смотрите, здесь аукционов не было таких, да? Я знаю, ну, примерно. На что вы надеетесь? Ну, если будет там плюс 15-20% к ценам, которые ставят сейчас в каталоге, я думаю, что это будет суперуспешно. Вы будете считать это успехом, да? Это будет суперуспешно. То есть, а что у вас за тысячу, это кто, чтобы я в каталоге-то не это самое художник? Ну, я знаю, может быть, самый недорогой-то такая замечательная молодая художница Ольга Кройтер, которая делает... Миша Мост там у вас недалеко. Михаил Мост, да, тоже молодой. Много молодых. Вот Татьяна Тмегалиев, там, может быть, Марго Трушина в этом диапазоне. Так что есть замечательные молодые художники. Надо, наверное, как бы народ пригласить. Вот выставка будет целую неделю на Красном Октябре. Откроется. Я просто пока листа, я вот Джамалака Хулашвили нашел. Я традиционно люблю грузинских художников. Видите, как вы нашли то, что вам нравится. Замечательно. То есть, вот здесь и была задача подборки к тому, что каждый может что-то себе найти. Кто-то молодежь, кто-то какой-то известный. Вы меня сейчас уговорите, я начну коллекционировать современные искусства. Ну, хотя бы приходите уж, посмотрите. Нет, ну, в любом случае приду, раз меня позвали. Конечно, главное не стесняться. Главное идти и смотреть. Не будешь ты покупать, не покупать. Ты получи какую-то эмоцию. У тебя выработается какой-то, я не знаю, там, или вирус, или противоядие. Не важно. Получи эмоцию. В этом искусство. Не в том, что ты просто там сколько стоит, заработаю, не заработаю. Искусство надо смотреть. Но, судя по вам, вы не выглядите как бедный художник. Скорее, все-таки как богатый аукционист. Так что, наверняка, это приносит еще... Но было бы странно. Сейчас человек говорил, какой уставной капитал должен быть аукциону дома, а я буду выглядеть как бедный аукционист, да? Ну, я не знаю. У него, видимо, какие-то свои больные темы. Как кто-то мне сказал, вот у нас на днях была передача, опять-таки, один из дозвонившихся нам вдруг рассказывал, что всей России правит, по-моему, 357 воров в законе, и вот только они за всем стоят. И мой собеседник сказал, ну, весеннее обострение просыпается. У человека, вот, видимо, у него больная история с тем, что они там убивают. Где он их себе посчитал? Только вот прям до одного, да, 357. Ну, не знаю. У каждого свой подкаст. Давайте каждому из них продадим по одной картине в коллекцию, и они как бы будут более оккультурены. Я оставлю это за кадром, скажем так, но я вам могу потом в коридоре рассказать, что они таки собирают искусство. На этом передаче подошла к отцу Владимира Авчаренко, владелец аукционера, аукционного дома Владея, был именно в студии. Мы услышимся за это в то же время. Спасибо всем.